Все больше международных компаний брезгуют рублем. Еще 17 брендов известных ушли с российского рынка за последнюю неделю. Всего за год их число составляет уже 194 компаний без работы. Вследствие этого остались 307 тысяч человек, ну а в бюджет не поступило 13,4% от общей суммы налогов, уплаченных иностранным бизнесом в российские бюджеты всех уровней. Какие беды для россиян и российской экономики несут такие сухие статистические цифры, мы попросим объяснить Александра Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель, ректор Международного института бизнеса с нами на связи. Мы очень благодарны вам за уделенное нам время. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста, разобраться и доходчиво объяснить. Вот 194 компаний, ушедшие с российского рынка, это, казалось бы, много. Но в то же время вот эти 13,4% недопоступлений в бюджет кажется, что маловато. Помогите оценить урон российской экономики вследствие ухода известных брендов. Ну, эффект, конечно, есть. Он не глобальный. Он сильно не бьет ни по бюджету, ни по ВВП страны. Но ухудшает очень сильно инвестиционный климат, бизнес-климат, ноу-хау и перспективы развития. Смотрите, дело в том, что такие глобальные бренды, они были присутствующими в экономике Раши, но присутствовали они небольшим своим числом сотрудников, небольшим объемом производства. И поэтому за большими цифрами об уходе с рынка Раши не стоят глобальные цифры. Но все же, давайте скажем, какие удары. Удары прежде всего будут по безработице. Она будет возрастать, причем достаточно серьезно. Моя оценка от ухода всех компаний, я их проанализировал, с рынка Раши, это где-то полмиллиона человек потеряли работу. К сожалению, несколько месяцев они получали пособие, ну и, в принципе, уровень их жизни не снизился. Но сейчас это уже ощутимый удар. Это вот первый удар, да, это безработица. Второй удар, это ВВП. Я так оцениваю, вот исход тех компаний, которые все-таки первыми ушли из Раши после начала войны, это приблизительно где-то 1% ВВП. 1% ВВП страны тоже вроде бы немного, да. И то он растянут во времени. То есть его эффект не сразу ВВП падает, это в годовом исчислении, это вот где-то к середину лета мы получим эту цифру. И третий, конечно, очень значительный эффект. Эти же компании прекратили любые инвестиции в этот рынок, а за ними стояли банки, которые кредитовали, инвестфонды, которые вкладывали деньги. Этого уже всего не будет. Все это надо будет замещать государственными инвестициями. Да, но фонд национального богосостояния уже и так на миле. То есть пока денег хватает на замещение, но буквально уже через несколько месяцев, я думаю, этот процесс прекратится. То есть эффект есть, но он не глобальный, как мы поняли. Александр, ну вот мы с Талой Калатай, мои коллеги говорили, пока ждали восстановления связи, о том, что потери российской экономики, это ведь не только уход брендов, это и в первую очередь санкции, принятые Западом по отношению к Российской Федерации. Все вот эти пакеты, принятые за 11 месяцев войны, как они истощили российский бюджет, довольны ли вы результатом? Я, конечно, недовольный. Сначала санкции были очень легкие и долгоиграющие. То есть их развертывание, например, технологические санкции, будет происходить еще несколько месяцев. Но в конце года, наконец-то, мы дождались реальных санкций. Это запрет на продажу нефти и ограничение цен. А через буквально несколько дней будут еще более жесткие санкции. Это запрет на экспорт нефтепродуктов и тоже ограничение цен. Вот эти санкции ударили очень болезненно по бюджету, про который вы говорили. Сразу возник большой дефицит на уровне 2 триллионов рублей. Они планируют, допустим, на следующий год, что дефицит будет и дальше нарастать до 3% ВВП. Но мои расчеты показывают, недооценивают они глубину санкций. Думаю, процентов 5 ВВП. Это будет реальный дефицит бюджета. А что это такое? Это будет удар или по социальному обеспечению граждан Раши, то есть удар по пенсиям, зарплатам чиновникам, или Путин, он этого еще не понимает, но через несколько месяцев поймет, что не сможет тратить уже на войну такие огромные деньги, которые он сейчас тратит. Я хотел бы вам напомнить, что согласно бюджету на этот год, затраты, предусмотренные в бюджете на войну, где-то находятся на уровне 75-80 миллиардов долларов. А на самом деле расходы больше. Ну, допустим, вот эта террористическая организация Вагнера, да, она финансируется и Минобороны, а еще и из наворованных денег разных олигархов. То есть реальный бюджет где-то на войну Раши под 100 миллиардов долларов. Так вот, только последние санкции, это по нефти и по продуктам приведут к тому, что ВВП Раши упадет на 100 миллиардов долларов, а бюджет недосчитается приблизительно 30-40 миллиардов долларов. И Путину придется выбирать, да, или кормить свое гражданское общество, я в кавычках говорю, нету там такого, или сокращать расходы на войну, что нам и надо. То есть санкции работают, но, к сожалению, очень медленно. Ну, вода камень точит, как говорится. Спасибо вам огромное за эти разъяснения. Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель, присоединялся к нашему эфиру.